Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 23 октября и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар сегодня мы видим уже торговлю ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. К тому же в пятницу пара так и не смогла обновить локальный максимум, поэтому на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы можем сказать о том, что тенденция на текущий момент преобладает нисходящая для краткосрочного таймфрейма. Для возобновления покупок нам необходимо увидеть пару выше отметки 1.1855, закрепление за этим уровнем и далее уже предпосылки на дальнейшее восходящее движение в области 1.20 будут более вероятны. Пара британский фунт и американский доллар сегодня с утра торгуются уже выше максимальные значения, которые мы видели в пятницу, что в свою очередь может нам говорить о завершении краткосрочной нисходящей тенденции, которую мы отмечали второй половине прошлой недели по паре британский фунт и американский доллар и о возобновлении роста в область уже 1.3312 и 1.3390. На текущий момент ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые также были зафиксированы в пятницу в области 1.3087. Если пара сможет преодолеть данный минимум, то уже вероятно продолжение нисходящего движения по паре британский фунт и американский доллар. Далее пара американский доллар и японская иена сегодня с утра мы видим уже также открытие с гэпом. Тенденция на укрепление продолжается. Собственно, на текущий момент ближайшие цели по движению это уйти выше отметки 1.11412 и далее пойти уже на 1.115 и 1.116. Отмена данного сценария и возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе. Это область 1.11237. На текущий момент покупки по паре американский доллар и японская иена сохраняются. Пара австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра торгуются вблизи минимальной значений, которую мы видели в пятницу. Мы видим даже попытки его пробития и закрепления за данным уровнем. К тому же важно отметить то, что в пятницу мы так и не смогли бы на визлокальный максимум. Фактически закрылись ниже открытия, что пока возвращает нас к краткосрочной нисходящей тенденции по данному активу. Ближайшая цель для нисходящего движения это закрепиться ниже отметки 7800 и далее уже двигаться на 7723. Возврат к покупкам по данному активу будет также актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели в конце прошлой недели. Это область 7882. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое восходящее движение. Напомню, что на прошлой неделе в пятницу мы видели уже обновление максимальных значений четверга, что в свою очередь нас вернуло к краткосрочным покупкам. На текущий момент они также сохраняются. Ближайшая цель по восходящему движению это закрепление выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу за уровнем 1.26.36, Далее 1.26.70 и потом уже 1.27.79. Возврат к продажам по данной паре будет актуален после преодоления минимальных значений в области 1.24.66. Пара еврофунт также в пятницу после обновления максимальных значений в области 90.22 скорректировалась вниз. Прошли порядка 96 пунктов, закрылись, день закрылся ниже открытия, что в свою очередь нас также краткосрочно возвращает к продажам по данному активу. К тому же сегодня с утра мы уже торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе в четверг и в пятницу. Поэтому на текущий момент по паре еврофунт сохраняется тенденция нисходящая для краткосрочного таймфрейма, для часового таймфрейма, который мы рассматриваем в нашем обзоре. На текущий момент ближайшие цели по нисходящему движению это область 88.80 и далее 88.46. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это отметка 0.9025. Золото сегодня с утра также корректируется. Торгуемся уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Это область 1278 долларов за тройскую унцию и на текущий момент тенденция в рамках часового таймфрейма сохраняется нисходящая. Ближайшие цели по снижению это область 1259 долларов за тройскую унцию. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений пятницы. Область 1291 доллар за тройскую унцию. Нефть марки Brent в пятницу попыталась обновить минимальное значение, минимум, которое мы видели 19 октября, но к концу торговой сессии закрылись выше открытия. Поэтому на текущий момент мы видим продолжение того бокового движения, который фактически отмечался на прошлой неделе. Пока преобладают продажи, но для того, чтобы возобновить уже покупки по данной паре, нам как минимум нужно увидеть уход выше максимальных значений пятницы. Это отметка 5814. Пока мы торгуемся ниже данного значения, приоритет все же остается продажам по нефтемарке Brent. И ближайшие цели по движению это область 5647, то есть закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу. По индексу DAX на текущий момент мы видим в рамках краткосрочного движения, во-первых, в пятницу мы не смогли обновить ни локальный максимум, ни локальный минимум. Опять мы вернулись к боковикам. Ну, собственно, то, что мы видим уже на протяжении практически всего октября. На текущий момент тенденция на ослабление сохраняется, но она будет актуальна до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимальных значений пятницы. Это область 13071. Преодоление данного уровня, закрепление за ним полноценно нас возвращает уже к покупкам по данному активу. Уход ниже минимальных значений и закрепление за этим уровнем, а именно 12953 уже подтвердит начало коррекционного нисходящего движения по индексу DAX 30. Ну и по биткоину. По биткоину в субботу мы видели обновление уже вновь исторических максимум, доходили до отметки 6159 долларов за один биткоин. Но в воскресенье мы видели уже коррекцию, цена ушла ниже минимальных значений в субботу. И, собственно, сейчас также краткосрочная тенденция сохраняется нисходящая по биткоину. Ближайшая цель на текущий момент для продолжения коррекционного движения – это закрепление ниже отметки 5705. Ну а возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимумов в области 6128. Коллеги, я напоминаю, что сегодня в 19.30 по Москве пройдет вебинар, на котором мы, как всегда, разбираем текущую ситуацию более подробно, исходя из тех инструментов, которые разбираем также на наших ежедневных анализах. Поэтому вас всех приглашаю. Ссылку на регистрацию вы можете найти под описанием к этому видео. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся вечером. Всем спасибо и до свидания.